Он же был призером Олимпиады 2014 года. Участие в Олимпиаде приняли старшеклассники всех школ. В районный этап вышло 264 человека, а в городской всего 49 лучших. Как отмечают организаторы, избирательная комиссия Сочи, с каждым годом результаты участников улучшаются. Приятно отметить, что в городском, то есть в муниципальном этапе приняло около 50 учащихся и учеников, набравших более 85 баллов. Это достаточно высокий балл. Жюри отмечает, что по сравнению с 2013 годом у нас количество набравших вот такое количество баллов, то есть 85 баллов и выше, гораздо выросло. То есть это сейчас составляет где-то 38%. Сегодня в администрацию пригласили победителей районных этапов, призеров и победителей муниципального этапа. Всех их наградили грамотами и памятными подарками. В этом году победителями среди 10-х и 11-х классов стали ученики 95-го лицея. Леонид Плутов участвует в Олимпиаде второй раз. Говорит, в этом году особых сложностей не заметил. Признается, победе очень рад. Знание избирательного права считает полезным. Это даже не обязанность, а долг, скорее, каждого гражданина, потому что нам дано это священное право голосовать. И не каждый человек в мире обладает им, и мы должны этим гордиться и использовать его, поскольку от нашего голоса зависит дальнейшая судьба нашей страны. И лично я его собираюсь использовать грамотно при этом. Для многих ребят Олимпиады является дополнительной подготовкой к экзаменам. Эти знания помогут в дальнейшем поступлении в УЗН. Я собираюсь пойти на факультет, который у меня будет с этим связан. И, безусловно, это очень полезно. Во-первых, конечно, это лишняя подготовка к экзаменам. Это лишняя проверка своих знаний. Ты можешь посмотреть, что ты знаешь, узнать что-то новое. И я считаю, что это полезно не только как для экзамена, но также и для жизни. Осенью уже многие из участников Олимпиады смогут воспользоваться полученными знаниями на выборах депутатов городского собрания. Игорь Кырпа, Борис Осень, телекомпания ФКТ.